На самом деле мы групповые, а если хотите, стайные, стадные существа. Нам нужны другие люди для того, чтобы быть. И вот очень жаль, что об этом инстинкте мало говорится. Нам очень нужно быть в стае, в группе, среди своих, в каком-то таком благоприятном окружении. И для большинства людей, наверное, сразу же возникла аналогия, что это родственники, семья в широком смысле. Но не всегда это так, потому что, в принципе, наша стая может быть и шире, чем семья, родственники. И в этом, кстати, одна из особенностей системно-функционального дизайна. Потому что, если мы говорим о Хеллингере, если мы говорим о том же Александре Васильевича Зеленецком, то все-таки такой единицей рассмотрения является семья. Вот семья, как система. Папа, мама, их дети, братья, сестры, бабушки, дедушки. Ну и так вот, в целом, род. Так вот, в принципе, и говорится. О родовой энергии, о родовой системе, о том, как мы связаны, как мы взаимодействуем. Ну вот, на самом деле, когда-то семья была частицей более такого древнего и более мощного образования. Она называлась стая. И я считаю, что стая, она не просто существовала когда-то, когда мы были сначала почти полностью обезьянами, а потом все больше и больше становились человеком. Потом стая превратилась в общину, в которой жили люди. И потом, 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 на протяжении долгого исторического развития стая исчезла. Вот сейчас никто из нас не скажет, что он живет в стае. Правда? И все-таки, я думаю, что стая осталась. Стая — это не только вот наши родственники. Стая — это люди, с которыми мы связаны. Люди, с которыми мы связаны по основным восьми функциям. Эти восемь функций соответствуют восьми векторам. Об этом мы будем говорить позже. Но я думаю, что если мы, например, вспомним, да, что, например, так как у меня, так и у вас, может быть. А вы по аналогии, да, подумайте о своей ситуации. Вот, например, у меня есть люди, которые помогают мне разобраться с какими-то вопросами по медицине. Они не мои родственники, они мои друзья. И учитывая, что довольно сложное сейчас положение в медицине, я в первую очередь обращаюсь за советом к ним. И они помогают мне обеспечить эту функцию. Я сам не медик, я плохо разбираюсь в этих вопросах. Или кто-то из моих, опять же, знакомых или друзей хорошо разбирается в ремонте автомобилей. То есть, есть люди, которых мы нуждаемся для обеспечения тех или иных функций. И вот я думаю, что сейчас нету стаи в прямом смысле слова. Но есть, я называю это квазистаи, подобием стаи. И именно с этими людьми мы так же функционально связаны, как когда-то были связаны в стаи. Именно эта вот группа людей должна рассматриваться как наша система. Извините, такую вот ситуацию. Человек, от которого зависит наше материальное положение, влияет на нашу жизнь. Ну, например, начальник непосредственно. Или для там женщин-любовник, который ее там может финансировать. Или еще кто-то. Или, например, человек, который, в принципе, разделяет интересы интеллектуальные. И с которым мы реализовываем свои вот эти желания, свои потребности. В чем-то разобраться или нет. По сути, каждый из вас может сейчас подумать о том, а кто входит в его стаи. Кто позволяет вам почувствовать себя в этом мире полностью целостным. Кто реализует ваши потребности, основные, базовые 8 потребностей. И, возможно, тогда вы увидите, что стая все-таки осталась, что стая существует. Мы по-разному называем эти связи, да, если мы говорим о связях между родственниками. Это родственные и кровнородственные связи. Но, опять же, кровнородственные ведь связи, они интересны. Мы же не выходим замуж и не женимся на родственниках, правильно? С очень древних времен у нас это. То есть мы дополняем кровнородственные связи еще какими-то связями. И тут создаем новое, да, кровнородственные связи. Но, тем не менее, можем и разойтись с этим человеком, имея с ним их общих детей. То есть, вот одно из моментов, которые я хотел подчеркнуть на этой вот стадии объяснения, что мы до сих пор живем в стае. Правда, эта стая, она изменена. Не у всех из вас эта стая, она полноценна. Почему? Потому что некоторые потребности, некоторые, да, вот наши функциональные потребности, они именно другими людьми обеспечиваются. Есть еще, мы живем в обществе, да, ну, существует система социального обеспечения, медицина, система образования, да, вот. Они тоже, как бы, обеспечат нам выполнение этих функций, удовлетворение этих потребностей. Но они, как бы, чуть дальше, да, они обезличены. Хотя, все равно, придя в школу, мы сталкиваемся с учителем, который, да, вот, нас учит или наших детей. И придя в поликлинику, мы там тоже сталкиваемся с конкретным человеком. Но нас с ним, к сожалению, связывает только ситуация. Ситуация посещения, ситуация, да, вот, того, что там ребенок учится. И это, наверное, ухудшает ситуацию, что мы не можем с ними быть как-то более связаны. И они не могут на нас достаточно сильно влиять, и мы, в принципе, тоже не способны на них влиять. Таким образом, вот, наша стая, наша квазистая, она немножко такая, как бы, может быть у многих деформирована. То есть она может состоять из трех, может быть, четырех человек, а все остальные функциональные потребности мы будем удовлетворять, ну, как-то вот, другим способом, да, вот, через социальные институты.